Получи собственный и лицензионный ключ в Майнкрафт по цене в два раза ниже, чем на официальном сайте, в магазине Grosh Store. Ключ отличается тем, что его никто не украдет, а ты первый и единственный владелец игры. А еще у нас есть Optifine плащи, подписки Discord Nitro и Telegram Premium. Переходи по ссылке и забирай все это по специальным новогодним ценам. Вот такой вот у нас есть подписчик, это будет творческий режим. Экскременты включить-включить, конечно же. Мешки, да нахуй мне мешок нужен, блядь. Вот, 1.20 мне интересно, блядь. Блядь, интересно, а мешок это как, это что, 1.19.4 что ли? Или что? Так, мир, ключ для генерации мира вставляем. Что-то я развонялся, вроде даже удобно вот так вот переключаться. Ну, хотелось бы, а, ну вот кнопками, да. Не, ну кнопками, наверное, даже реально удобно. Мешок, это 1.20 был. Так, а когда его добавят, самое интересное? Зачем он там есть, постоянное? Чтобы, что, чтобы глаза просто мозоли? Так, алло, да, здравствуйте. Сейчас у меня пролагает. А, я понял, почему лагает. Настройки графония и... Ну, где-то в 11 чанков нормально все. Вау! Не, ладно, окей, сид неплохой. Вообще даже интересный. Мне вот этот вот момент нравится в этом сиде. И мне еще нравится момент. Смотрите, я вот тут вот заспавнился. Необычненько, да? Бля, зацени нахуй. Дерево, чё? А, это показалось. Я подумал, дерево... А, нет, подожди, если продлить, то оно реально прямо из лавы же растет. Прикол, прикол. Мне вот эта тема понравилась. Я где-то тут заспавнился, а вот тут, смотрите, у острова вот такая зеленый кусок такой. Так, ну, для начала я хочу, дорогие подпусечники, все сделать сам, да? Вот то, что вижу, то пою. Тут должна быть где-то рядом пустыня. Я сразу иду туда искать... Не спавнить эти блоки, а искать их вот прям... Как они выглядят? А ну-ка, давайте я подускорюсь. Вот. Бля, чё-то... Вы знаете, чё? Может быть, мне кажется, что-то как будто поменялось. Короче, как будто цветовая гамма поменялась и рябит. Вот картинка как будто рябит. Не знаю, как вам это объяснить. Вот. Может быть, вы этого не видите. Может, я только у себя на экране. Вот сюда вот присмотритесь. Вот здесь вот трава. Вообще везде. Но вот тут вот я сейчас больше заметил. Вот. Там прям вот... Вот в этом месте рябения прям травы. Фрактали такие. Фрактавые хуяри. Так, ладно, давай искать, где у нас тут. О! Ебать! Ля, нихуя, ещё и на горе. Как красиво. Ебать! Гляд, сам нашёл. Ой-ой-ой, ещё в какой комбе. Посмотрите, блядь. Посмотри, какая комба, нахуй. Генерации. Ебать! Сюда, нахуй. Чё-то не очень большой биом, кстати. Интересно. Интересно, реально такой маловатый биом. Сори, я тут ещё заметил, мне тоже, ну, прикольно. Генерация мне нравится. Тут яма такая гигантская. И они как будто, знаете... Ну, блядь, это сага о Винлэнде, помните? Смотрели? Я не помню, какая серия. Как раз-таки вот по такому заливу проплывали герои, типа. И на них скидывали всякие деревяшки. Вот это вот, блядь, как будто то место как раз-таки. Прикиньте. Вот. Ну, ладно, значит, дальше давайте поехали. Значит, мне интересно в таком случае всё-таки... Ну, блядь, я бы хотел бы, может быть, потом расширенную генерацию включить. И сделать так, чтобы полностью создать мир из этого биома и посмотреть, кто здесь спавнится. Значит, во-первых, мне понравились цветы. Это... Это как коврик. Интересно, выше я на них не становлюсь, да? Так, просто для сравнения, любой другой цветок я сейчас возьму. Блядь, только где они теперь прячутся? Природные вот инструкции. Ебой отсюда, блядь, заспойлерил. Пиздец. Так, а ну-ка. Не, ну по центре. Всё, мне нравится реально. Зацените. Ну, зацените. Это реально такая шняшка прикольненькая, красненькая. Я бы хотел... О, о, о. А это как? Подожди. А как там был цветок и перестал быть цветок? Не понял. Бля. Подожди. Костная мука. Костная. Их что, ещё выращивать можно? О, еба. Гля, подожди. Сколько стадий? Есть стадии. Вот стадия. Вот такая ещё стадия. Гля, ебанумбикс. Это то... Подожди, стой. А мне интересно. У них ещё и направление есть. Глянь, ебать. Просто блок цветочка. Не, ну так... Я хочу, чтобы они все остальные цветки переделывали. Я не знаю. Мне... Эти цветы мне уже нравятся. Так. Ну, давайте тогда верстак. Да? Что из них можно добыть из этих цветков? Блядь. И в инверторе они прям охуенно выглядят. Реально. Как группа такая. Кстати, на картинках на первых было... Ну да, обычный розовый. Ну, сука. Этот цветок нельзя размножить. А это... Можно закликивать. Пиздец. Ну, блядь. Ну, а розовый... Можно было бы что-нибудь... Слушайте, ну у меня есть идея. Я не знаю. Может быть, я ещё попробую что-то повыкладывать здесь. Вот так вот. Было бы прикольно, если бы... А! Я хотел сказать... Было бы прикольно, если бы я мог бы сделать блок розовых цветков. Вау. Вау. Так интересно. Ничего не сделать. Значит, у меня следующий вопрос. Извините, это просто опыт, да? Как это будет взаимодействовать... Раздатчик. Раздатчик. Сюда. И... Обозреватель. Как это? Обсервер, блядь. Обсервер. Обсервер. Блядь. Наблюдатель. Я просто, знаете, я из Америки. Мне вот это вот... Ну, вот это язык непонятный. Да. Прикол. Всё, на розовый краситель всё, видимо. Это мега изич. Так. Тогда у меня следующий ещё вопрос. Ну, просто по приколу. Это уже издёвка, как бы, да? Но я вам сейчас объясню. Мне интересно. Вот когда вот так вот, да? Ну, по идее, да? То оно как бы прикасается. А вот так вот оно не очень прикасается. Но, скорее всего, будет работать. Но мне вот интересно. Да. Угля, как будто он выплёвывает не костную муку, а как будто он цветы эти выплёвывает. Прикольно. Окей. Просто прикольно. Цветы очень крутые. Мне в особенности нравится, что... Я могу... Зацените, что сделать. Как бы квадрат цветов. Ну, блядь. Реально very hype. Так, оно. Бля, прикол. Как будто портал, знаете, куда-то как будто меня засасывает в частицы портала. Вот сюда, вот-вот. Вот так меня засасывает. Прям туда, вот в этот вот портал. Бля, прикольная реальная тема. Подожди, и дальше я же могу... Я могу этими цветками дальше тоже рисовать. Могу... Сейчас, 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 сейчас. Вот, вот так вот. Ой, нет. Вот так вот. Глянь, я могу просто тропинки, реально, тропинки из цветочков делать. Получается, сейчас, сейчас. Если вот так поставить цветок и вырастить, то вырастет вперёд, да? Сейчас. Блядь, я тупой. Сейчас, 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 сейчас. Это теперь официально мои, наверное, любимые цветы в Майнкрафте. Блин, они такие хайповые. Они очень крутые. Так, ещё, смотрите, по одному клику, по каждому. И получится такая тропиночка хайповая из цветочков. Очень круто. Мне нравится, что они ещё по размерам разные. Но было бы прикольно, если бы... Вот один из цветков был на пиксель ниже, один из цветков на пиксель выше. И вообще было бы топ. Очень круто. Так, теперь вот это вот у нас. Значит, тут я расстроен, если что, я вам сразу говорю. Мне кажется, вот так должно быть. Вот, может быть, я тоже воняю жёстко. Но вот так гораздо круче. Тем более, учитывая то, что этот блок есть. Вот. Не обязательно мукой тыкать. Так, ну, типа, они сами рано или поздно, да, разрастутся? Ну, я бы, если честно, не очень бы хотел, чтобы они сами разрастались. Потому что рано или поздно тогда оно будет не так не рандомненько, а просто будет ковёр однородный. А, подожди. Реально? Да ну, даже так? Сейчас. Реально, да? А ну. Сейчас, 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 сейчас. Ну вот. Не, ножницами нельзя. Или что вы мне говорите? Выживание. А ну, их можно собрать вообще? Да, их так можно. Стоп. Сразу выпадает две штуки. А, три даже. Короче, вот так вот одно выпадает. А вот из этого должно четыре выпасть, да? Как оно? Четыре. Да, я понял. Так, и что мне сказали? А что, какая, какая разница? Зачем вот это вот? Я думал то, что на правую кнопку мыши, вот как рост лозы можно остановить. Так, и вот это вот. Подожди. А-а-а-а! А-а-а! Бля-ать! Вот почему писали не обязательно мукой. А-а-а-а! Гля, я могу в этот же блок просто добавлять эти цветы. Охуенно. Короче, я хочу, чтобы вот так вот была вот эта древесина. Сейчас, подождите. Вот. Вот, наверное, вот так. Вот, смотрите. Везде кора как бы приемлемо выглядит. Оно даже снизу. Да, даже снизу. Вот это выглядит гораздо круче, мне кажется, нежели, ну, чтобы вот так вот было. Ну вот, потому что это как будто, ну, реально кто-то просто обрубил кусок дерева. Ну вот, я хочу, чтобы вот так вот было. Подожди, я только заметил. Они сделали падающее листво. Стоп, а почему я только сейчас это заметил? Стоп, 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 стоп. Подожди, неужели, ну, есть шанс, да, что я тупой, и я просто не замечал, а есть шанс то, что она только типа на восходе сыпется, или вот в начале дня. А ну-ка, подожди, я просто... Ага, ага, меньше, 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 или, или... А, она начинает сыпаться, когда на нее смотришь, да? Так, давайте, подожди, time set night. Будет ли она сыпаться? Да, видимо, я просто затупил и не заметил. Time set day тогда. Блядь. Блядь, ну как бы я бы... Ну теперь, я просто теперь хочу попросить, ну сделайте, чтобы вся листва в игре сыпалась. Я понимаю, в чем прикол. Это же типа маленькие цветочки, у которых листочки опадают. Я понимаю, что целые большие листы не падали. Ну вот я играю с модом на сыплющиеся листы, ну охуенно же, реально. Блядь, ну это топ. А ну-ка, подождите, сейчас, стойте. Видимо, нужно здесь постоять, чтобы она начала сыпаться. Да, да, она не сразу это делает. Глянь, и она еще прям как капелька, еще какое-то время лежит. Интересно, это можно накрутить как-то? Я бы это накрутил бы побольше, чтобы прям... Блядь, ну тогда мне интересно, что будет, если я поставлю через один. А что воду, воду, что воду? Подожди, блядь, ладно, это тоже хороший вопрос. Смотрите, а что будет, если вот этот листок, он будет сыпаться? Так, он, видите, да, он сыпется. И если я в него еще и воду реально залью, ведро воды, то с него будет и капать вода, и сыпаться или не будет. А ну, все, перестало. А, нет, так, вода не капает. Цвет воды в этом биоме, человек, ведь? Блядь, неужели он розовым будет? Блядь, тут еще такая яркая трава. Ну, короче, очень голубая вода такая, да? Голубая, очень непрозрачная. Вот этот вот эффект мне нравится, очень приятно. Если в теплом океане вода голубая с зеленцой, то здесь мне вот нравится, вот как оно меняет. Очень приятно, я в тут жил реально. Значит, первая моя идея не воплотилась успехом, да? Не получился. Тогда у меня другая идея. Вот так вот. И я делаю вот эти вот бревны. Пиздец, блядь. Так, вот так вот. И получается сейчас и вода должна капать, и листочки должны падать. Не падают листочки. Ага, так, листочки падают, вода не капает. Тогда бам, блядь. Следующий мой опыт. Если я сделаю через один, вот так вот, можно ли из-за этого сделать минус фпсную лаг машину? Чтоб... Да, можно, скорее всего. Они все падают. Окей. Ну и следующий у меня вопрос тогда. Так, смотрите. В итоге у нас сейчас будет задействовано 4 чанка. А почему оно гниет? Ай, блядь, потому что они не руками поставлены. Но опыт все равно уже как бы удачный. Прям все сыпется. Реально, перхота, перхота сыпется. О, еще и саженец. Я его попозже хотел рассмотреть. Блин, ну реально прикольно. Я, правда, ожидал гораздо большего, но реально прикольно то, что оно сыпется. Видимо, оно как-то балансирует. Я на грани балансирую. Мне не очень понятно. Смотрите. Мне кажется, есть разница. Как этот цветок называется? Или так он должен называться? Цветок. Вот. Я про вот этот. Спарацвет или как он там, да? Смотрите. Он выделяет частицы. Вот. На похуй, да? Вот, смотрите. Вот они, эти частицы. Хайпово летают. А эта листва, она начинает выделять частицы, когда ты к ней подходишь и должен подождать. Вот. Шарите? То есть, скорее всего, это против лагов сделано. Чтобы не было такого, что ты можешь прям заспамить. То есть, мне кажется, если я сейчас отворачиваюсь, смотрите. Подожду. Они перестанут прорисовываться. Я думаю так. Поворачиваюсь опять. А, нет. Так, ладно. Видимо, значит, в какой-то отдаленности от меня. Видите? Вот тут не падают. Вот тут не падают. Наверное, блоков 10 от человека. Они только начинают падать. Чтобы жестко прям не лагало. Потому что можно было бы все заспамить. Слушайте, ну и тогда у меня еще следующий интересный факт. Смогу ли я сделать, допустим, вот так сюда посадить спарацвет. И вот так. И чтобы это все скомбинировалось. Да. Это просто пиздец охуенно. Не, подождите. Я такое чувство. Ну, наверное, из-за зеленого фона. Но такое чувство, что здесь их меньше. Блин, ну это вообще кайф. Мухи реально типа летают. Всякие кузнечики опыляют. Так. Следующий вопрос. Значит, саженец. Ой, ну а зачем мне саженец? Если его вроде поднимал. Да, вот он. Вот. Ну, блядь, сори. Он, по-моему, не очень по-майнкрафтовски выглядит. Если со всеми остальными сравнивать, не очень. Так. У меня первый вопрос. Горшок. В горшке, как он выглядит. Блядь, я узнал новый интересный факт в Майнкрафте. Сейчас я вам покажу, кстати, его. Хотя я не уверен. Да, это, кстати, да, это интересный факт. Видите? Здесь толстая такая штука, а здесь тоненькая. И по идее, если мы сейчас вот сюда придем, она должна быть тоненькой, но она толстая. Всегда левая часть одна, а правая другая. Всегда. Видите? Вот опять же, вот тут вот до хрена листвы. Оно должно быть здесь. И его тут нет. Вот. Ну, прикольно. Блядь, это будет мое любимое дерево, походу. Я могу объяснить даже, почему это уже почти мое любимое дерево. Именно, чтобы добывать древесину. Смотрите. Блядь, пожалуйста, пусть это мне не повезло, а реально так и будет. Я... Я к тому, что не надо строиться, чтобы его собирать. Типа шарите. Его... Оно растет вширь. Есть деревья, которые дают больше дерева, да? Но это надо вот так вот, потом запрыгивать, потом под себя поставить. Знаете? А тут такое чувство, что оно всегда так растет, чтобы его удобно было добывать. Блядь, смотри, я специально как бы не прыгаю, я вот именно вот просто хожу. Да, да, все, я срубил дерево полностью. Гля, и такое просто облако розовое получилось охуенное. Ну, еще, блядь, тогда мне еще интересно, смотрите. А если я возьму вот так землю, построил его мега наверх. Оно всегда вширь вот так вырастает. Опа! А вот это мне не понравилось бы. Угу. Это не то. Ну вот мы на нем и проверим, как оно горит. Надо запах почувствовать, вот как горелая вишня, вот как она вкусно пахнет. Блядь, мне так нравится, что они, видимо, взяли на вооружение, что они каждое обновление будут дерево одно добавлять. Четыре саженца сделать? А что, сработает? Ща, давай. Ну, с некоторыми работает, но ты уверен, что со всеми? Я не думаю. Угу. Так, интересно, это удобно будет рубить? Ну, вот это не очень удобно, но, в принципе, нормально. Гля, удобно. Ну, вот так. Гля, удобно реально. Четыре нельзя. Так, смотрите, мой вопрос. Мой вопрос. Насколько низко они готовы пасть? Сейчас, я хочу широкое. Ух, блядь, прям реально жестко. И вот теперь, мне интересно, вот эти листочки, они будут до конца прям, они, ну, эти листочки русские, короче, или как? Гля, прям долетает, почти до конца. Есть проблема, блядь. Я не прогружаю спавн этих штучек. А ну-ка. Я, короче, должен заспавнить их и проследить до ними. Потому что в десяти блоках, видимо, от дерева только начинает выработка этой листвы. И вот потом, блядь. А я хотел, знаете, чё? Я когда сказал слово облако, я подумал, а почему бы реально не сделать над городом, от Су-Сити, там, розовые облака, да? Вот наспавнить это дерево, вот так вот сделать, смотрите, всё, дерево не видно, а облако розовое есть. И чтобы с нему такой розовый дождик шёл. Мне это как-то террарию чем-то напоминает, реально. Такое что-то магическое, реально. Но оно не будет долетать, вот видите, блядь. Это те, которые я заспавнил, вот они долетают. И, кстати, вот пропадают вот на одной высоте все примерно. Всё, и больше не будут появляться, жалко. И наковальня. Сейчас я попробую вот посрубать все деревья. Ну, они все удобные, неужели это реально так? Ну, у меня есть предположение, что разработчики реально запланировали, чтобы удобно было срубать деревья. Ну, для сравнения, да? Ну, чтобы вы примерно понимали. Вот эти деревья я просто ненавижу. Это я терпеть не могу, вот эти вот деревья-мутанты. Это номер один. Вот эти, это номер два, наверное, потому что они тоже такие неудобненькие. Тропические, но которые не мега-гигантские, а тропические просто, да, деревья. С ними проблема в том, что они слишком высокие, надо под себя ставить блоки. А вот это дерево, мне кажется, оно идеально. Для меня идеальное дерево, это береза была, потому что никогда под себя там ничего не надо ставить. То есть, вот она вот, самая высокая береза. И вот так вот нарубил, да, всё. И ушёл своими делами заниматься. Но теперь, если они горизонтально разрастаются, то это новая имба. Вот, допустим, смотрите, вот оно, вот вширь разросшееся дерево. Правда, оно там вниз будет падать. Ну, допустим. Вот как я люблю копать, по классике. Пришёл. Блядь, я не зачар... Да, я срубил всё дерево, считай, запрыгнув только на пенёчек. Так, ну давайте для теста я сейчас... Сейчас, 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 уп. Бля, охуенный прыжок. 20 деревьев с одного дерева. Подожди, ну давай для сравнения... Вот, ну дуб такой же высоты я возьму. Сейчас. Ну вот этот вот, да, вот в три блока дуб. А ну-ка. Ну да, в три блока дубчик. Колоссальная разница. Это просто огромнейшая. Бля, прикольнее. Но знаете чё? Зато дубы можно подряд высаживать. А эти саженцы, наверное, нельзя будет подряд высажать. А ну сейчас. Вот так вот, если их наспамить. Иногда, кстати, искусный мукинер... Подожди. Стой, стой, стой. Реально можно, да? Блядь, и так просто? Даже так? Слушайте, может быть я ошибаюсь, да? Я прошу прощения, но... Саженец дуба. Просто, по-моему, даже дуб более вредный в плане выращивания близко друг к другу. Я сейчас объясню, в чём прикол. Вот то же самое. Смотри. Может быть я ошибаюсь. Вот. Видали, сколько мне пришлось дрочить? Блядь, мне пришлось дрочить. О, нет. Не, наверное, либо то же самое, либо я реально чуть-чуть подмечаю, что гораздо дольше надо кликать. Тыкать прям надо. А ну-ка. Хочу всё вырастить. Ну тогда мы потери какие-то несем, потому что вдруг оно куда-то изогнётся. Очень быстро реально вырастают. Вот даже вот тут вот, да? Смотрите, ну ему вообще практически некуда расти. Идеально. Пиздец. Гляк, ста! А я не старался, а получилось такое широкое большое дерево. Полноценное как бы. Типа шарите? Ну, как будто вот когда мне описали, типа сделай вот такую тему. А как будто такое и получилось. Глянь, всё равно выглядит хайпово. Блядь, вот сюда бы реально бы ещё повесить. Так, а ну-ка. А ну-а-ну-а-ну. Сейчас, подождите. Я вот просто попробую на рандоме вот так вот сделать. Просто красиво ли будет? Глянь, реально красота. Даже такие большие деревья очень симпатично выглядят. Вот допустим, опять же, да? Пришёл я вот сюда в выживание. Режим выживания. А ну-ка. Всё очень удобно копать. Ага, вот. Вот это неудобно. Ну, смотрите, тут можно с прыжками под себя ничего не ставить хотя бы. Всё тут идеально. Так, ну считайте, я накопал меньше пяти деревьев. Почему меньше, да? Потому что тут они друг на друга наезжали. Их ветки тут. Вот-вот-вот в этой части. Но! С меньше, чем пяти деревьев я добыл стак дерева. Бля, это просто охуенно. Это мега-хайп. Так, а ну-ка. Ну да, просто симпатично, приятно выглядит. Прикольно. Вот так вот выглядит очень круто. Вот так прикольненько. А вот так вот мне прям очень нравится. Вот в таком вот разрезе, как оно сочетается. Да, по центру это мега-хайп. Слушайте, ну тогда у меня одна тоже доёбка такая чистая. Ну я бы хотел, чтобы с ней что-то там висело. Ну сейчас, как это? Мангровая листва. Мангровые листочки. Ну вот просто прикольно было бы, если бы хоть что-то... Ну, кстати, а можно будет и так, если строители будут строить. То оно приемлемо выглядит, реально. Я бы хотел бы что-то висело. Ну, блядь, я слишком много прошу. Мне кажется, и так охуенно. Но вы только зацените, да? Какая красота. Не, блядь. Но это пиздец. Вот смотрите. Вот этому лесу, да? Это один из самых древних биомов в Майнкрафте. Вот посмотри. Ну, а теперь мы просто поворачиваемся. И посмотри, какая красота. Ну, блядь. Это значит, надо биом леса повышать до уровня, до которого сейчас сделали вот эту вот штуку. Мне не очень устраивает, что тут мобов не очень много почему-то. Ой, блядь. Глянь, какое дерево. Ой. Мне очень нравится, как оно нависает прям. На большинство мне вот такие понравятся. Вот, ну как. Как это? Ну, которые вот так вот сделаны. Блин, еще трава такая какая-то, блин, вот, ну новая. Она и яркая, и тусклая одновременно. Как вам сказать? Вот это такая темненькая травка, да? А это яркая. А вот это тусклая. А вот это вот прям что-то между ними. Такая очень приятная, нежная травка. Реально на хайпе. Вот эти цветочки. Очень здорово. Слушайте, ну я бы еще разбавил бы какими-нибудь другими своими цветами. Вот оно все, что тут может быть. Но это дерево я не буду чекать. Окей, давайте сразу. Блядь. Я буду сравнивать вот с этой, потому что оттенок красненький такой. Ой, блядь. Какой нежный, кайфовый цвет. Очень круто. Мне прям нравится. Реально очень нежный цвет. Сука, вот теперь я до этого не очень хотел, но теперь я бы даже проголосовал на Майнкрат в фидбеке. Там было голосование, типа, из какого дерева делаешь сундук, такой сундук и получается. Вот я бы себе все бы розовыми сундуками, розовыми верстаками усыпал. И тут такое. Две яйца. Блядь, свинка даже не... Свинка такая мясистая, яркая по сравнению. Очень нежный цвет, вообще хайповый. Так оно, оно. Ну, здесь классика, по-моему, такое уже было. Что-то такие дырочки. Ну, или что-то подобное было. Все равно прикольно оно. Здесь, ебаные окошки такие. Ну, говно сделал, как бы, в своем стиле, да? Но все равно это как сказка выглядит. Ну, мне достаточно даже вот на вот это посмотреть, чтобы... Ну, это реально какая-то сказка. Как будто реально какой-то печенюшный домик. Блин, окошки такие приятные. Ой-ой-ой. Ой, а нажимная плита розовая какая. Ой-ой-ой. А здесь еще загончик для хрюшек сделать розовый. Ну, это мое любимое дерево. Теперь все по центре. Я буду все... Знаете, чтобы просто гиперболизировать то, что я нихуя не умею красиво строить, я буду вот прям уродские постройки из розового хуярить. Не, ну, блядь. Ну, вы посмотрите, вот это вот говно реально. Что это? Цвет говна. А, и вот этот сказочный домик мне. Так, а ну, вот, вот, вот. Ой, блядь. Ой, я на розовой лодочке. Так, подожди. Ну, это тоже... Это уже, скорее всего, хуйня будет. Но вот розовая лодочка с сундуком. Ну, они слишком прям уже контрастируют. Ну, да, контраст прям. Мне кажется, надо добавлять розовые сундуки. Бля, ну, нет, это вообще хайп. Мега хайп реально. Следующую древесину хочу... Вот есть адская такая голубая древесина, да? Ну, вот она, наверное, по нежности сравнима. Но я бы хотел бы, чтобы... Сейчас. Сама... Вот это вот доски, они слишком тёмные. Я бы хотел бы, чтобы доски были вот такого... Ой, блядь, посмотри, как она нахуй сочетает. Ой, пиздец. Короче, это просто топчик. Но верстак... Ну, вот, смотри, ты построил такой дом реально пряничный охуенный. Ну, вот он вот... Ну, вот такой вот поставил обоссанный верстак. Чё там ещё дальше? Ну, это совсем другой стиль. Кстати, вот бамбуковые подойдут сюда, наверное. Да, они такой тоже гаммой такой приглушённой. Вот это тоже будет прикольно. Ну, вот дальше ты там печку поставишь, да? Сундук поставишь. Ну, как-то, блядь, вот магия разрушается. Вот смотрите. Ну, вот здесь вот сундук. Вот так вот печку. Но оно прям... Хотя, блядь, на самом деле неплохо. Наоборот, знаете, вот в играх специально делают, что... Зона, с которой ты можешь взаимодействовать, она более контрастная, более яркая. Или туда там типа стрелочки указывают. Да, надо ещё... О, ты как здесь оказалась? Блядь, вы прикиньте, она мега розовая. Блядь, это просто охуенно. Но дело в том, что у меня сейчас мозг поломался. Я думал, розовые овцы вот такого цвета. А она, оказывается, насыщенно розовая. Вот этот цвет, короче, мега хайповый. Мне он мега нравится. Если я сейчас вот за этим биомом пустыню не найду, то я буду просто локейт биом прописывать. Но мне... Мне наоборот нравится, что я как бы сам наткнулся, а не просто через локейт. Вот, может быть, всё-таки пустыню. Давайте, да, я пустыню найду, но там же надо будет пирамиду, её, ну, саму, на саму наткнуться, чтобы понять, насколько заметны эти блоки. В колодцах чухать. В смысле в колодцах чухать? А, реально? Ну, нахуй ты заспойлил, блядь. Чё-то, походу, я в какую-то пустыню, блядь. Что это? Это пустыня? Ну, блядь, ни одного... А, нет, ладно, два кактуса на всю пустыню, четыре. Ладно, сейчас я куда-нибудь просто подальше улечу. Вот эта классная генерация. Возле колодцев. Ну, кстати, теперь реально, если возле колодцев, это круто, потому что придётся их искать. Теперь они не бесполезны. Нет, не хочу локейт пирамид, блядь. Я хочу сам, как бы, увидеть, что я сам нашёл. Чтоб эмоции, больше эмоций было бы. Деревуха. Здравствуйте. Слушайте, а в деревухе не может быть странного этого песочка? Наверное, вряд ли. Мне интересно, почему вот тут уж что-то зелёное сейчас мигало. Верблюдик. Ох, бля, нихуя себе деревня, блядь. Очень круто сгенерировалась, пиздец. Гля, дом на доме ещё сгенерировал. Нихуя. Ну, просто для себя тоже чек на чё тут. Ну, кстати, железный шлем и сразу нагрудник прикольный. Гля, какой спуск. Мало того, что ты реально можешь спланировать и спрыгнуть сразу в водичку, что удобно. Тут ещё и уебаны эти светящиеся. И ещё и шахта висит. Смотри, она как-то странная тут. Капуцк. Классное место. Гля, тут ещё сейчас лава потечёт. Надеюсь, вот аж дотуда затечёт. А, нет, она в ту сторону не пойдёт. Не затечёт. Она сейчас вот это вот всё будет в камень превращать. А ну-ка, сорри, чисто для себя. Бычки-бомбоник. Здоров, пятка. Теперь в пирамиде добавили новую комнату. Просто выкопай песок в пирамиде. Блядь. Ну нахуй ты заспойлерил. Но я бы и не узнал. Когда разрабы обновят стол лучника и уберут скидки после лечения жителей. Согласен, но не ко мне вопрос, но согласен. Блядь, она не лечёт. Отлично, лично. Блин, прикольно. Они прям разные. Зацените, у них оттенок разный. Блядь, пиздец. На всю пустыню ни одного колодца и ни одной пирамиды, блядь. Ну тогда я прописываю лакейт пирамид, блядь. Так. Ой, блядь, она неудачно заспавнилась. Я думал сбоку должно быть. Может, внутри всё-таки реально. Тут реально песок. Блядь, я думал это наёбка. Блядь. Так, так, так. Факёв, хватил. Блядь, реально пирамиду обновили, ну. Вот он, странный песок, да? Вот ещё странный песок. Так, а вот это что такое? Ага, ага. О. О. Ну это именно, это что? Это комната, где как раз-таки эти раскопки проводить надо? Блядь, мне теперь так нравится, что надо аккуратно копать. Сейчас. Лопата. Ой, блядь, лопата. Так, вот, допустим, я сюда пришёл. Такой. Начинаю жёстко, быстро копать. Но я боюсь быстро копать, потому что вдруг тут будет вот этот вот странный песочек. Хочу всё выкопать тут. Ой, блядь! Я, походу, странный песочек сейчас по звуку выкопал. А интересно, а если я под странным песком выкопаю, он упадёт и разрушится? Блядь, мне надо затестить. Вот он, но это точно странный песок. Угу. Как стекло разбивается. А если на нём попрыгать? Угу, угу. Так. Блядь, вот под ним я не буду сейчас копать. Слушайте, ну получается три странных песка пока на всю пирамиду. Это мало. Глянь, ещё куда-то комната продолжает. Ага. Капуцка, глянь. Как будто ещё место такой, это, отметка. Чистое. Подожди, подожди, подожди. Четыре песка, всегда будет четыре странных песка на комнату? Но это мало, я думаю. Вот ещё один. Вот он, странный песочек. Да, короче, ты как археолог. И ещё один странный песочек. Ты должен аккуратно сюда заходить. Так, теперь дайте я... Ну, я хочу просто попробовать догадаться. Я попробую догадаться. Во-первых, могу ли я их копировать? Дай. Подожди. Да, я накопировал странный песочек. Я вот так вот в ряд поставлю. Через один. Вот так. Ну, чтобы потом протестить, что вообще я могу из них добыть. Там вот это вот сидевать, да? Теперь. Мне нужен верстак. Верстак. Я попробую догадаться, как бы, да? А потом я пойму, близко я был или нет. Я предполагаю, это надо медный слиток. Сейчас. Медный слиток, реально. И перья. Мне кажется, надо несколько перьев. Я предполагаю, вот так это. Подожди, 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 подожди. Я пенсил сделал, пенсил. Ладно, а как крафтить? Что-то пишут палки. Ну, допустим, еще палку. Палка. Даже с палкой не смогу сделать. Тогда, смотрите, еще... Тогда сейчас. Нитку, нитку еще. Я думаю, может быть, типа, завязать ниткой эти перышки. А, блядь. Че нахуй? А медь, блядь. А нахуй медь нужна? Тьфу, хуета. А вот, ну, тут же, очевидно, есть медная вставка. Вот, ну, блядь. Вот она, медная вставочка. Так хуйня, крафт. Смотри. Ну, хотя бы вот такой. Хотя бы вот такой вот бы крафт сделали. Ну, он реально больше похож. Так, ладно, ну я че? Так. Я должен спуститься такой аккуратненько, да? И увидеть этот странный песочек. И... Чухами, чухами. А-а-а, хуйня, ебаная. Гля, обратно залезло. Оно не понижается. Я выкапываю, а не понижаю. Хуета. Говна кусок. Гля, и превратилось в обычный песок. Нихуя. Гля. Ууу, сбоку? А-а-а. С какой стороны я копаю? С такой и вылазит. Вот это, это прикольно. Гля, динамит. Прикол, я динамит выкопал, подписчики. Нихуя себе. Так, а ну-ка, а если я вот это почуханил? Сбоку сейчас, да, будет? А-а-а. 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 С креативов не падает я. Так, тогда подождите, следующий вопрос. Могу ли я шелковым касанием забрать это себе домой и почуханить у себя дома? Нет, оно разрушается. Интересно. Короче, именно здесь, да, надо вот эти проводить раскопки. Прикольно. Так, давайте я тогда найду какую-то еще пирамиду и почуханю ее. Сколько здесь прочности? 64 прочности, но это, блядь, одну делаешь и, видимо, на всю игру ходит. Ну, я тут не вижу странного песка. Может, прямо внутри колодца? Опа, реально, блядь. Реально. Ага, реально, прямо внутри колодца. Так. Давайте почуханю. Гля-гля-гля. Так. А я, допустим, не хочу. Я понял, что там просто палка ебучая. Я не хочу ее себе. Так. Пол ломай. Ну, сейчас я, ну, я не могу. Сейчас, 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 сейчас. Давайте я почухаю. Сука, сейчас, подождите. Я просто все лишнее выброшу, чтобы понять, какой конкретно лут выпадает. И еще кое-что. Вот мне сказали вот так вот сделать. Интересно, сработает? Да. Блядь, когда ты выкопал ТНТ, сначала подумал, откуда у древних людей динамит, а потом понял, в самой пирамиде же есть динамитная ловушка. Короче, подпусечники, я могу сделать вот такой песочек, но из них, короче, в них уже вшито, что будет. Палка ебаная. Я... Ладно, нормально, поехали тогда. Короче, я понял, здесь ебучая палка. Time set day. Давай. Кирпич. А, нет. Да, кирпич. Вот в этой комнате. А, да, тут же не просто так этот крест, блядь. Слушайте, оно же прям идеально похоже. Слушайте, а вдруг этот реально крест, может он еще куда-то... Хватит. Странно. Фег, фег, фег. Но единственное, что мне понравилось, да, что если бы я копался в самый низ, я бы почти бы наткнулся. Или я бы наткнулся. Почти. Не-не-не, я бы наткнулся бы на нее. На жилбу наткнулся бы. Может быть не просто так, может просто совпадение, а может быть специально так сделано, чтобы еще гарантированно жилбу можно было найти. А как мне выдать этот песок себе с рандомным предметом внутри? Чтоб я почухал как можно больше лут. Да мне не нужен... О, подожди, подожди, подожди. Вот мне еще интересно, что будет, если я не буду сушить эту пирамиду. Так, всегда в одном, да, положении? А ну. Эмираль. Ну, блядь, прикольно как бы. Еще палка ебучая. Очень редко. Так, опять же там спустился. Стоп. Я даже обычный песок могу чуханить. И что будет? Бля, жалко, что анимации никакой прикольной нет. Так это можно говорить, я хожу улиц подметаю, блядь. Кстати, в руке она какая-то огромная. И еще мне не нравится, что она не по центру чуханит, но это уже доебка. Слушайте, а зачем обычный песок чуханить, интересно? Вот решил почуханить вам тут. Подожди, а землю можно чуханить? Да, и землю чуханить можно. Зацените, какое замедление еще с шифтом. Это, наверное, можно будет изобрести самое медленное. Можно все блоки чуханить? О, реально, можно чуханить вообще все блоки, блядь. Блядь, ну это может быть реально для РП, типа, уборщики. Мне нравится, что я могу вот так вот, ну, оно постоянно в одну сторону, все частицы слетают. И я могу реально говорить, о, подметаю, вот тут вот, о, смотри, о, вот веду, блядь, пыль. Ну, короче, чуханить прикольно, для РП, мне кажется, реально вообще хайфово будет. Ага, а почему лут, честно? Ничего не выкапывается отсюда? А, во, блядь. Чё, блядь? Чё, блядь? И он всегда разный будет? Чё, блядь? Можно выкопать сундук, в котором будут ресурсис? Ебать, так это, ну, слушайте, опять же, я, я все думаю про СП, да? Если б я такой сундук нашел бы, я б его бы не открывал. Я бы продал бы человеку возможность его открыть. Блядь, это very hype. Да, это, считай, лутбокс. Так, я вот, чё хочу протестить. Вот, выживание. Не написано, что это NBT. Это написано, что это обычный сундук. Но если я его поставлю, там будут ресурсы. Это дезинформация. Такого нет ванилия. Туда можно просто... А, туда можно залупнуть любой блок. Ай, блядь, реально... Ай, сука, меня наебали, видимо, да? Не, зато ладно, да. Да, 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 сюда конкретно вставили. То есть сюда можно любой сундук вообще вставить, даже эндерский. Знаете тогда, что... Нет, это даже в каком-то плане... Я новое использование могу вам... На серверах, где вы можете покупать всякие кейсики, да? Ну, как бы, ты такой... Ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй, блядь. Ой-ёй-ёй, блядь. Уф. Да, это плюс кальтик. Ты такой... Уф, блядь, шо ж там будет? И потом тебе хуйня за 100 рублей выпадает какая-нибудь. На призанели. Ну, охуенно. Так. Хочу найти... Блядь. Это вообще как? Интересная генерация. Угу. Прям вообще мега закопанная. Пиздец. Пиздец. Так. Давайте опять же, допустим, я сюда пробрался. Всегда вот в этой части? Да, всегда вот в этой части. Ну и пошёл изучать. Думаю, ага. Где тут у нас странный песочек есть, да? Имеется ли странный песочек? Вот он. Бля-бля-бля что-то. Чё это? Вагонетка? Что это? А, порох. Так. Слушайте, наверное... Блядь, я заруинил одну хуйню, блядь. Я понял, наверное, зачем они сделали, чтобы чуханить можно было все блоки. Чтобы ты именно присматривался, а не чухлендом проверял бы. Так, ну давайте я опять, типа, спускаюсь сюда. Блин, ну прям вообще здорово, потому что эти блоки ещё, ну реально в темноте, хуже можешь различить, и люди специально будут ставить... Чё это вот, это как это? Ну вот, люди... Да ты чё, ебанутый, блядь? А как мне, куда мне нахуй? Аккуратно, это надо всё всегда сверху начинать. Слой за слоем снимать, очень круто, прям как-то погружает. Так, здесь нет... Блядь! Ага, вот, 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 вот. Угу, я тоже думал. А ну-ка, сейчас. Ага, он исчезает. Кстати, как будто комната чуть-чуть отличается. Может быть, это песчаное пятно как-то по-разному генерируется? Блядь, а сколько же это ради одной чашки? Сколько надо будет чуханить? Блядь, я думал эти чашки, но часто будут на сервере у нас там встречаться. А всё по... Ой, да блядь! Сука! О, так. Алмаз сюда нахуй! Алмаз, блядь! Сосать! Так, ну всё. И вот ещё вопросик, если по центру спуститься. Ну, в этот раз... Блядь, я не знаю, это специально сделано или нет, чтобы я хотя бы в пещеру бы опустился. Может быть. А может, совпадает. Так, давай мне колодец. Колодец есть? Есть колодец мне. Так, вот тут ещё тоже кусок пустыни, да? Прикольно. Не, в этом нет смысла никакого вообще. Угу. Ну, я, наверное, хуёво копаю, конечно. Но это слишком редкое дерьмо. Видимо, командует им подчёркивание. Дисплей добавили именно для археологии. Ты, сука, прав. Да, ты, сука, прав. Бан. Блин, ну прикольно, если бы их поршнями можно было бы толкать. Что будет? Вот, смотрите, я сейчас скопирую вот этот вот песочек, да? Тут их, кстати, три. Вот, я возьму вот этот песочек. Я его сюда поставлю. Из него можно что-то? Да, из него вот в нём что-то есть, да? И взять наблюдатель, на него направить. Ну, и чтобы выдвинулся, допустим, поршень. В какой момент считается изменение вот этого блока? Ага, сразу. Каждое микро доставание сразу. Угу. Угу. Так, я понял. Всё, спасибо. Я его, я понял, что там было, но я хочу вот здесь вот как бы в природе это добыть. Давай сюда, блядь. Опа. Ещё сразу повезло. Гля, две одинаковые. Блядь, ну теперь реально будет интересно хотя бы. Даже колодец, но вот всегда, когда я находил, думаю, нахуй он нужен реально. И, кстати, чё-то они совсем снизили зачарование. Очень редко, прям незаметно, что я зачарованный предмет в руке держу. Мне кажется, им надо чуть-чуть вернуть это. Так, а ну-ка, что может палка отладки с этим блоком сделать? Даст от 0%. Даст от 1%. Даст от 2%. Даст от 3%. Ага, и откатывается назад. Короче, ему просто можно сохранить. Гля. Я могу заведовать выдвиганиями вот этой штуки. Прикол. Слушайте, мне интересно, если они позволят... Я не знаю, как это работает. Если они на кодовом уровне позволят из любых блоков вот так вот добывать, это вообще будет очень здорово. Ну, то есть, если они эту механику в командный блок, допустим, сделают такую, чтобы командой можно было бы любой блок так сделать. И было бы очень здорово для прохождений, карты, все такое. F3 плюс B. А чё вы хотите? Чё, я просто показал, если хитбокс у этого предмета, скорее всего, 0. Ой, нет, не то. Чё. Скорее всего, нет, потому что это как раз-таки вот те вот... Помните, мы делали вылезающие алмазы? Ну, точнее, гигантские там алмазы и всё такое. Ну, всё, поехали чуханить. Всё, по центре. Сейчас, смотри, вот это тоже. Дробно. Вот это давай чуханить. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Зачуханил. Три одинаковых. Да я тебя ебал, блядь. И маму твою нахуй. И папу твою. Четыре одинаковых. Давай, блядь. Да, ага. Пиздец. Не, ну ладно, давайте так. Четыре я добыл. Мне говорили то, что я потрясающую историю смогу сгенерировать, да? Итак, моя, моя история, короче. Вот, из моих добытых. Я прошёл, блядь, десять тысяч пирамид. Моя история. Был человек. И... Был бы ты человеком ОБЭМе, блядь. А. Ага. Угу. Ага. Так. Ромбом? Ебал. Ну это, конечно, да. Бутылка! Блядь! Стой! Ну ты себе... Я думал её хотя бы как сундук можно будет использовать. Это entity, что ли, какой-то? Это, по сути, entity даже. Вау. Лего. Да. Можно, чтобы она летала. Можно, чтобы она летала. Можно ли в неё налить ведро воды, если она, ну, как бы, маловатая, да? А ну-ка. Нет, нельзя в неё налить ведро воды. Но, зато можно сделать... Сейчас. Водяной лифт из этого можно сделать будет. Но это один из самых дорогих водяных лифтов, получается, in the world. А ну-ка. Ну да. Можно подниматься. Это прикольная тема. Да-да, классно. Эту кега. Ой. Блядь! Она за секунду ломается. Быстрее. Как будто даже быстрее, чем динамит. Она просто мега... Смотрите. Это я в выживании. Она просто за полсекунды ломается. Может быть... Не, кстати, я такие блоки люблю. Потому что застраиваешься, а потом их быстренько собираешь. Блядь, ну, во-первых, я думал, в них будет что-то храниться. Это во-первых. Во-вторых, какого хуя их даже обжаривать не надо? Ну, и так тоже какой-то, блядь... Ладно, подождите. Может быть, в нее цветок можно посадить. Потому что выглядит она как горшок. Может быть, она как горшок и... Слушайте, а если я поставлю на нее? На нее любой блок можно поставить вообще. Да. Так. Тогда горшок я сюда поставлю. Вот он. Горшочек. Вот. Вот. Вот, смотрите. Ну, а что я еще могу придумать? Ну, я могу вам предложить, что это... Там внутри куча масла, а это фитиль. И если я его подожгу, то все масло ебнет жестко. Кирпич, да? И я... Оп, 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 оп. А, ну да, и смотрите, пустое. Блядь, ну как бы было бы охуенно, если бы... Ну, как они в трейлере показывали. Вот так вот. Ну, ты, то есть, делаешь глиняную. И потом ее обжариваешь. Либо так, либо еще... Мне понравилось, что там были угольные блоки. Я не знаю, они типа как будто специально, чтобы еще и угольный блок сжигался. И огневом берешь это, обжигаешь. Это, ну, такая механика реально хайповая была. Так, тыкни топором по ковшине. А ну-ка. Если заспавнить рядом собаку и взорвать все, то получится занимательная история. Да. Нет, топором не тыкается. Может быть, я какой-то уебский топор делал. Чем? Мм. Мм. А, типа топор их разламывает. А лопата? А, ломата ломает. Ломата. Так, и получается, у меня тогда такой вопросик. Я могу сделать... Вот так. Ой, нет, блядь. Я могу сделать вот так и вот так, допустим. А потом вот так и вот так. Да, ну вот это прикольно. Слишком дешево. Ой, что-то, блядь, такая хуйня. Свечку? А, ну-ка, ну да, это интересно. Так, иди отсюда. Савучка. Короче, одно только. Ну да, как фитиль. Не, ну вообще, типа, вот такая тема, это реальность. Ну, типа, когда люди еще не додумались, как что-то делать в своей жизни, они просто брали жир животных, напитывали ткань жиром животных. Ну, по сути, вот, ну тут реально вот жир животного, а это фитиль, который горит. И все. Че-то хуета разочарование, если честно. Пока. Мне, единственное, что меня прям возбуждает здесь, да, это интересная форма. Вот эта пимпа, которую можно обыгрывать, да, разными вот, вот такими вот штуками, сейчас достанется оттуда. Вот такими вот штуками, но тут вот это не очень, но, мне кажется, это могут пофиксить, хотя они не будут это делать. Финальный итог по 1.20. У Саски появятся новые суперэксклюзивные доисторические кальяны. Ну да, выглядит как кальян, реально. Ну, давай, допустим, окей, вот всякие интересные блоки, которые я могу сюда поставить. Во-первых, вот так. Во-вторых, скорее всего, если у меня сейчас получится, это будет круто, если я могу сюда спрятать кнопку. Кнопку сюда поставить нельзя. На край тоже нельзя. На блок нельзя, к сожалению, кнопку поставить. Я подумал, что можно будет... У меня есть весь, или почти весь, список лута из этих блоков. Если интересно, зайди в дискард SP, паблик. Блядь, жалко. Жалко, нельзя кнопку установить. Это хотя бы хоть какой-то был прикол. Реально секретная кнопка прям в кувшине. Стекло. Ну да. Так, ну поехали. Стекляшка. Ой, блядь. Стекло. Вот такое. Вот, ну какое-нибудь черное возьму, чтобы оно выделялось. Вот эту шнягу. Давай. Шнягу можно поставить. Выглядит забавненько. Неплохо. Ну да, такой чисто вантус. Стекло, чтобы внутри было. Ну прикольно. Стекло, чтобы торчало из него. Реально похоже, как будто дымок выходит. Или что-то вроде того. Вот. Ну вот это прикольная тема. Вот это клево выглядит. Не, ну кстати, тоже неплохо выглядит, как трубка какая-то. Интересно, значит, могу ли я... Ну не могу ли, а как будет выглядеть сундук. Потому что он по хитбоксу такой же. Бля, идеально. Бля, вот это прикольно. Слушайте, если бы я здесь мог свои рисунки какие-то делать, я бы вот так бы помечал сундуки. Типа сундук с алмазами, вот так. Ну вот. Ну типа это пьедестал для сундука неплохо выглядит. Реально прикольно. Ладно. Ковер. Так, табличка из нее будет прикольно торчать, мне кажется. Сейчас. А что, скажите, спойлерните, реально 4 рисунка всего? Бля, там такая охуенная история, конечно. Спасибо, разработчики. Можно прям историю сделать на этих картинках. Да, кстати, интересно тоже. Гля, ну вот если сам теперь сделать костер невидимым, то реально получается как будто огонь прямо оттуда выходит. Так, да, грома отвод. Это тоже хорошая идея. Давайте. Вот это я зря сделал, походу. Жалко. Я так хочу вот взять вот так рукой, и это будет мега-дубец. Без нескольких кувшинов, без рисунка, можно сделать трубу для дымохода. Ну, типа, сейчас, бля, тут деревня рядом была. Вот видишь, они, они разделяются. Надо, видимо, именно с рисунком брать, потому что тогда вот разделение меньше палится. Оно, оно, хотя оно подчеркивается, но ну хотя бы как-то охуенько. Сори за соплю. Да. Блядь. Но было бы здорово, если бы они хотя бы не разделялись визуально. Вот, вот этого, чтобы здесь не было. Попробуй кисточку на удачу зачарить. О, реально? Вот это хорошая идея. Слушайте, это реально будет работать? Рамка. Ага. Ну, это с моим ресурспаком на рамку. Но вообще секретка получается неплохая. Прикольная секреточка. Окей. Так. Сейчас, 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 сейчас. Что же еще туда можно интересного поставить? Жалко, нажимные плиты всякие нельзя. Неплохо. Вот здесь. Ха. Не, ну реально, ну собачий анус неплохой получается. Реально прикольный собачий анус. Но только толку, блядь. Какое взаимодействие с ними? Извука или в нее выстрелить? Кстати, а ну-ка. Не, я могу поверить реально. Я могу. А, ну. А, ладно. Не могу. Еще могу туда поставить такого. Вот это вот мне интересно. Ага. Она просто перекрывает. То есть это не, не докрывает, а это перекрывает. Чтоб контраст был. Ага. А если фу по диагонали, будет вот эта вот вонючка, да? Торчет. Жесть. Кстати, есть же такой флаг. Ровно такой флаг есть. Бля, ну пока пользы вообще никакой от этого не вижу. Ну, визуально. Но игра не стоит свеч. Мне кажется, всем будет похуй. К сожалению. Ну, а какой толк? Вот, ну что, я поставлю. Во-первых, было бы прикольно, если бы их можно было бы красить. Хотя бы, да? В разные цвета. Блядь, а вдруг можно? Краситель. А, да, огурец. Сейчас. Огурчик. Ну, вот это прикольный тоже обезьяний анус получается неплохой. Ну, прям нормально подходит. Ну, вот так же, как и вот это. Только, опять же, толку я что-то не вижу в этом. Интересно, что если их спамить под воду? Ага. Их все-таки можно заполнить водой. И тогда огурчик сюда, если я поставлю. Из кувшина можно сделать кулер с водой с помощью синего стекла. Ну, хотя бы так. С помощью синего стекла. Кулер с водой. Сейчас. О-о-о-о. Подожди, 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 подожди. Почему, когда я кликнул ведром воды, ведро, почему, когда я сделал вот так, оно не наполнилось? Сейчас, сек. Оно не наполняется. Но при этом, если его в воду поставить, то оно наполнится. Сейчас, подожди. Вот так вот. Ведро. Вот сюда налил. Не наливается. Вот так. Ну, видите. Но при этом ее можно в воду поставить. Странно. Так, ладно, хорошо. Давай флаг любой. Ну, просто так. Да, вот. Ну, вот этот вот даже самый крутой, творящий флаг. Ну, чуть-чуть перекрывает вот этот вот пиксель. Ну, нормально, в принципе, когда шатается. А, ну, чё. А чё, яйцо дракона? Ну, поставлются. Ну, или не поставится, или поставится, кстати. Ну, хуй пойми. Но там толку нет. Тут именно прикольно, что взаимодействие текстур каких-то происходит. Вот в особенности вот такие вот артефакты интересные. Ну, блядь, пока вообще ноль эмоций. Просто жалость. То, что взяли... Ну, дело в том, что я даже не захочу копать. Мне пока не хочется копать эту хуйню. В чём смысл? Чтобы я получил... Ну, по сути, вот он, эксклюзивный контент. Мне надо было... Ну, прикиньте, это не на сервере, да? Я обошёл 4 пирамиды. И ещё и колодцы. Я вот это их обошёл. И, блядь, и сами горшки. Ладно, было бы их интересно создавать. Плюс ещё было бы прикольно, если бы их можно было бы крафтить, да? Во-первых, сделать так, как они обещали, что в горшке можно было жарить. Второе. Сделать... Красить, жарить, ну и всё. Так, ладно, сейчас. Сейчас, сейчас. Давайте тогда у меня... Тогда как она называется, этот вообще? Эти осколки. Где они? Просто рандомные буквы надо набирать английский и когда-нибудь выпадет. Так, ну до этого мы сейчас ещё дойдём. Вот они. Четыре штуки? Ну, блядь, ну позорище, пиздец. Если честно, позорище, блядь. Ну, четыре. Не, реально, РП дворником быть интереснее. Ладно, да, сейчас. Вот это вот интересный вопрос. Чухолка. Где она тут? Вот, среди этих предметов. Вот она, эта чухолка, да? Смогу ли я её зачаровать на удачу? На удачу 3, на наковальне. Так, и пузырёк с опытом я возьму. Дело в том, что в креативе можно зачаровать всё, что угодно. А вот в выживании не факт, что всё, что угодно можно зачаровать. Поэтому давайте я попробую. Выживание. Ну, я не знаю, сколько это будет стоить. Это должно быть зазер. А могло бы быть. Ну, давайте. Ёбану. Ой, бля, 4 штуки. Столько ждали археологию, столько её ждали. Крафты изменили. Они, помните, говорилось, что будет окисляться. Похуй, вообще похуй. Не, хотя, давайте так. Они же писали то, что пирамиды, это будет не единственное место. И добавили колодцы. Да, я всё понял. Не стоит надеяться, видимо. Видимо, ну, пирамиды и колодцы, ищите здесь. Ну, бля. Было бы прикольно. Ну, вот зацените, было бы клёво, если бы я вот в этом заброшенном здании. Вообще, это самое логичное место. Вот, где я подлетел, я посмотрел туда, потому что подумал, может быть, вот в таких вот местах. Вот, если бы такие сами по себе местами генерировались, вот, то там было бы гораздо интереснее это всё найти. Давайте, вот я ещё почухаю. Ну, для опять что-то кирпич. Да, кирпич. Ну, вот одна из штучек. Какую историю я могу сложить? Вот у меня есть, ну, как бы, игрок, да, ну, или там, человек. Есть череп. Лук и, блядь, алмаз. И чё я из этого... Нет, это рубин, кстати. Чё я из этого должен сделать, блядь? Пиздец, блядь, такая руина. Это разочарование. На данный момент это самое большое разочарование, потому что... Сколько? Два года ждали эту хуйню с археологией. И в итоге, чтобы что? Ну, блядь, получить веник ебучий? Ну, реально веник. Кстати, веник, наверное, на прочность можно хотя бы зачаровать. Сейчас я ещё не всё там вроде почуханил. Должно быть. Скелет убил человека, и ему выпал алмаз. Да, жёсткая история. Нереально. Ну, хотя бы чуханить можно. Не, ну, реально чуханить прикольно. Но, опять же, у них там были и медью, и окисленные. И там даже что-то были предположения, что чем больше твоя кисточка окислена, тем реже тебе будут предметы выпадать. А тут, блядь, из палки, из ниток крафтится. Три нитки, нахуй. Я и то крафт поинтереснее придумал. Чтоб хотя бы медь была, чтоб была сложность какая-то. Палки и нитки. Ты чухалку вот эту можешь в первый день сделать выживание. Просто найти одного-двух... Нет, два паука, наверное, надо будет убить. Из них выпадет три нитки. Палки берёшь из листвы и добыл. И пошёл чуханить. И чё ты тут начуханишь? Хуета полная. Хуйня из-под коня, я бы даже сказал. Но! То, что в пирамиде теперь отдельная комната, и вот её надо аккуратно обкапывать. Сейчас, может быть, я ещё найду тут пирамиду какую-нибудь. Вот. Бля, надеюсь, это не то же самое. Скорее всего, это то же самое, да? Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. О, бля. Видимо, не то же самое. Вот это вот мне нравится. Подожди, стоп, блядь. Опа! В первый раз с другой стороны. Бля. О, ты должен аккуратненько взять факела. Ну, вот это, вот это мне нравится прям. То, что ты можешь заруинить каждым своим движением. Опа! Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что это у нас? Блядь, ну интересно, что внутри, конечно. Очень хочется побольше почуханить. Просто, чтобы понять, что там ещё может быть. Так. Так. Можно проверочный чух делать. Блядь, только бы не разрушить свой случай. Мне нравится. Вот, вот процесс поиска, мне нравится. Но только, что мне искать? Что я тут найду, блядь? Столько картин разных в игре. Столько баннеров, да? А в итоге, ну, алмаз. Вот второй раз я алмаз. Класс, алмазик. Ну, ещё один способ не ходить в шахту. Много-ка сейчас. Вау, порох, пиздец. Добавили бы ещё, может быть, какой-нибудь странный игральный. Блядь! Разочарование. Нет, ничего. Пока разочарование. Так. Ну и теперь нюхаль. Давайте вы мне сразу скажете, могу ли я найти его в природе или нет. Или только его можно заспавнить пока. Вроде что-то говорили, что его можно будет только заспавнить. Вы шарите? Просто, чтобы без спойлеров. Так. Снифер, спавн, эко. Спавним снифера. Лё, какой, блядь. Лё, какой, нихуя у тебя наздря. А ну-ка. Ой, ладно. Здрасте. Так, давай его сразу бэйбисейва. Так. И при каких условиях он мне что-то выкопает? Может, его покормить надо чем-то? Лё, лё. Не анимация, топчик. Реально, анимация мне прям очень нравится. Я прям чувствую, как он касается земли. Смотрите, он проскальзывает. Реально есть проскальзывание по пикселям. Ну, для сравнения. Вот, идёт человек. Он просто, блядь. Он парит над землёй и перебирает ногами. А снифер, он прям, каждый его шаг чувствуется. Вот это, это крутая тема. Работает только на земле. Ну, в таком случае пойдём на землю. А как мне их найти? У них же должно быть ещё яйцо. Яй... Ой, блядь. Нет, не яйцо, а эгги. Там же говорилось, что ты можешь найти вроде его яйцо, да? Ты его спавнишь, гигантское яйцо. Оно потом вот так вот... Так вот что-то делает. Вот, и... Нормально. Эгги, эгги, эгги. Так, ну вот, земля. Вот тут вот, хотя тут какая-то корнистая земля. Ну ладно. О, вот, кстати, тоже интересный вопрос. Вот тут вот деревья. Не будут ли они ему мешать? Глянь, прям что-то... Прям вынюхивает, нихуя. Ого, вот, подожди, чё-то пошёл искать. Гля-ля-ля-ля-ля-ля. Нихуя, чё-то пошёл. Пошёл, пошёл, пошёл. Давай, нахуй. Шесть лапок тоже прикольно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, чё-то. Ну-ну-ну, сука. Давай-давай-давай-давай. Так, опа, блядь, тихо! На нём можно поставить седло. Да вот хотелось бы. Так, и вот он мне отрыл. Класс! Спасибо, братан! Так, а малышня чё-то может? Их же можно ещё как-то размножать? А, да, следующий вопрос. Если я в выживании его ёбну, он мне ответит. Он и не убегает, как свинья, и не атакует. Ебать, подожди-ка. Это семечко. Здорово. Его, видимо, надо посадить прямо как... Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Надо тяпнуть, да? Так. Давай! Давай, делай что-то. Пока... Пока пусть порастёт. У меня, во-первых, вопрос. Поводок. Малышня. Работает. Взрослышня. А ну. Работает. Летать будешь? Будешь. Интересно, сколько у него хп. Так. И... Слушайте, ну что-то они мне, кстати, не прям уж и много нашли. Такое чувство, что... А, наверное, реально я его должен носить с собой, пока он в носом не упрётся в землю. Да? Или просто пусть стоят... Да, есть ещё... Вот у меня интересно. Если я им сделаю просто пространство... Ты чё сделал? А где твоя голова, ёбаный ты? А, привет. Вот. У меня вопросик. Либо я их просто запираю на четырёх блоках, и они всегда тусят на одном месте. И снизу у них будет... Как его... О-о-о. Да. Их можно будет запирать на одном месте, я понял. Чё-то не тут. Ага. Вот эти симки. Гля-гля-гля. Гля-гля-гля. Я ещё даже на рыбке. Гля-гля-гля. Всё. Короче, их можно забирать. Запирать. Это хуйня. Это хуйня. Потому что я, ну, думал, что прикольнее будет их выгуливать. Следующий у меня вопрос. Сядет ли он в лодку? Это важный вопросик. И потом будет следующий мега вопрос. Потому что вот оно может быть даже изменит что-то в Майнкрафте. В лодочку не хочешь? Видимо, вряд ли, да? Не, ну ты не стесняйся. Ты можешь не стесняться. Ты можешь попробовать хотя бы. Ладно, я понял. Он не сядет. А если его бэйбис... Бэйбис. Не сядет, блядь. Это плохо. Да, а как узнать, что он жрет-то вообще? Ну, значит, на вагонетку у меня надежды вообще нет. Хотелось бы. F3 плюс B. Ну, хитбокс тут как у обычного блока. А вот здесь вот как у 2 на 2 блока, да, получается? Даже полтора на полтора. Так, а что вы жрете? Интересно, а может они... А, они эту же хуйню и едят. Короче, мне их надо найти как-то. Заспавнить. И они сами себе добудут еду. Странно, но ладно. Так, вот они себе добыли тут еды. Я их покормил. И они сделали Shrex. Shrex сделали. Стали гигантской маршруткой или столом. А, ну да, это стол, чтобы кушать. Так, и нормально. Уши как крутые у них. И носы как-то классные. Так, а что внутри этого моба есть? Вау. Ничего себе. Другой моб. Блин, жёстко. Ага. Так. Ну и теперь костная мука. Я очень надеюсь, что здесь она работать не будет. А ну-ка. Значит, итак, на что я надеюсь, да? Во-первых, что костная мука работать не будет. Это уже всё. Второе, это что это растение должно было бы долго расти и привлекать зомбарей. Я бы тоже очень хотел бы, чтобы такое было. И чтобы второго саженца я бы сейчас не смог добыть. Чтобы не было бы второго саженца здесь. Так, смотрите. Так, это уже поинтереснее. Так, ладно. А чё, ну если я в него вселюсь, я теперь не хочу. А, я был в креативе. Сори, я тупый. Да-да-да, я тупый. Сейчас, сейчас, сейчас. Блядь, тогда это не поинтереснее стало. Так, цветок. Его можно посадить. Заебись! Торч флавер. Я понял, он светится, походу. Или хуй пойми, как... Ой. Его поджечь можно как-то, можно ли? Бля, охуенно светится. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Кстати. Нельзя. Слава богу, нельзя. Нельзя раздюбивать их. То есть, один такой цветок, это одна нанюханная семечка. И по-другому никак. Это хотя бы круто, что он не дает еще семки. Это, ну, хотя бы так, реально, чтобы тяжело было добывать эти штучки. Ну, все равно, типа, учитывая то, что его в шесть блоков можно земли посадить, и он там постоянно будет выкапывать. А снизу будет вагонетка с воронкой кататься вот так вот по кругу. Все это собирать. Ты приходишь, ставишь это все на поток. И, ну, реально там чисто сажаешь. Да, интересно, садится ли он в горшок. Слушайте, я уверен, что это не все. Ну, в горшок, да, садится ебать жестко. Блять, ну хотя бы он светился. Ну, может быть, это недоработано еще под пусечники. Вот тут я очень надеюсь на то, что есть еще что-то. Потому что они же еще сами должны спавниться. Должно быть их яйцо. Хотя вдруг оно уже есть, я просто его не увидел. Сейчас я вам еще покажу, в чем у меня вопрос. Может быть, я сейчас что-то упущу. Но у меня вопрос нахуй. А это тогда что такое, блять? Вот это ебучая репа, блять. Это репа гигантской земли. У меня такое предположение. Вот это что такое? Это вообще инсайдер слил, блять. Этот инсайдер мог придумать, нахуй. Тогда инсайдер пососал, походу. МММ. Добавили отдельного моба, с которым нужно повозиться. И все это ради одного бесполезного цветка. Нет, цветок красивый. Какой полезный моб? Нет, он красивый. Цветок красивый. Моб красивый, прикольный. Но ради чего? Реально. Ну, всегда, везде в играх я предполагаю, что должно... Оно должно того стоить. Понимаете? Цветок в крафт засуну. Что еще? Ну. Я уже протестил. Получается оранжевый краситель. Блять. Было бы хотя бы, знаете, может быть, светящийся краситель. Еще что-то. Ну, похоже на древнее растение. Ну, типа, ебать. Почуханить. Ну, зато его почуханить можно, ребят. Блять. Пожалуйста, пусть они доработают археологию еще. Пусть они... Тогда пусть они добавляют это сейчас, но пусть доработка какая-то будет. Сука. Ну, вон он выкопал мне по центру. Он еще мне выкопал, реально. Саженец. Где ты его тут? Вот он. Вот. Будет еще один цветок. И что? Блять, ну, если бы он реально бы светился. Или, знаете, если бы он частицы огня бы давал. То есть, пусть он не светится, но частицы из него бы как из факела бы были. Что еще? Тыкни по нему. Да, да, вот, блять. Не, может я что-то не знаю реально? Так, еще один тогда вопрос. Сюда я его могу посадить? Хуэта! Нет, ладно, это не хуэта. Это прикольно, что их дюпать нельзя будет. И один цветок, это реально у каждого цветка, у такого, будет история, что его выкопали, его вырастили. Я бы хотел, чтобы все-таки костной мукой нельзя было его выращивать. Типа это древнее какое-то растение, на которое костную муку оно клало хуй. Вот. И в итоге ты вот выращиваешь. А что потом-то, блять? Ради чего, блять? Чтобы что? Может быть, все-таки нахуй голем, который является полкой, был лучше? Знаете, вот это вот, блять, когда... Когда добавляют моба? Вот, блять, и голем полка, блять, получше был бы, нахуй. Ну, моб прикольный, но нахуй он мне нужен? Если бы он хотя бы молоко бы давал, я не знаю. Ну, нахуй мне этот цветок? Ну, поставлю я один, два, десять, ну, пятнадцать, но я сделаю аллею, блять, из этих цветков. Что дальше-то, блять? Я очень надеюсь на то, что тогда вот этот тоже будет правдой, что, допустим, ты сажаешь один саженец, а тебе может вырасти либо такое, либо такое. Сейчас, слушайте, ну, сейчас. А, там было... Я вспомнил. Я вспомнил. Я хотел пойти посмотреть. Там, когда они сажали растение, там оно вырастало в знаке вопроса, и такое, типа, а растение мы придумаем, какое будет? Вот, и я вспоминаю, я в обзорах своих говорил, блять, но если это растение можно будет как-то жестко использовать, то ладно. Но так это бесполезно. Блять! О, нахуй. Цветок. Охуена. О, ладно, слушайте, ну ладно, окей. Ладно, это интересная штука. Если это будет так, я кайфану, реально. Но мне сказали, попробуй другой биом, и там будут другие растения. Давайте я сейчас килл себе пропишу. Вот. и ну вот смотрите такое мне кажется может быть даже если это так то да 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 там там будут другие реально это фэк скорее всего но было бы клёво если бы их надо было бы таскать в разные биомы такого типа гигантского моба тащить в другой биом а ну-ка ну да торс правил флавер но очень надеюсь на то что добавят да тут то же самое но пока привкус хуя во рту у меня вот такое ощущение что но пока на кино кинули хуян де полы реально пока хуяку реально мне подкинули ну и чё чем не от этого растения то блять может она прилетит если я какой-нибудь знак построю там типа это как тыква типа жди это как тыква смысле блять то есть из этого сейчас еще что-то вырастет или что может она от солнца заряжается ну давайте вот зарядись пожалуйста от солнца ладно давайте так окей показали пока происходит зарядка от солнца мы посмотрим что все-таки написали да вот в переводе мистера ганаки в группе мистера ганаки новый биом археология и ну и нюхать в одном сапшоте с напшоте список экспериментальных изменений 120 новый мог нюхать давайте взглянем до жесткий новый мог так новый но птина значит не ухан трепала до 1 древний моб в игре нельзя приручить или приманить к себе поводком водить прикольно пассивный дружи дружелюбный моб ищут семена по запаху языка и выкапывают их новый цветок торч флауэр используется для размножения нюхачей можно посадить а ну-ка подожди слушай давай так вот этими ебучими семенами я их размножил да вот это даже я даже не не торч фловерами их размножаю я этими семенами их размножаю а если вот имя а имя нельзя то есть я размножаю их семечками ладно окей поехали по нексилю можно посадить семена цветка в пашню а затем пересадить из него можно сделать оранжевый краситель и ба джоско самый дорогой оранжевый краситель который может быть добрять блять на чё бы я бы из него я бы из него сделал бы огненный не знаю вот как как есть со спрутов выпадает вот эти вот мешки светящийся может быть то же самое мы сделаем но а это все новый биом вишневый лес биом с вишневыми деревьями их можно найти в горах а я так и нашел там же где и луга из вишневого дерева можно создать все виды деревянных блоков нихуя себе новый блок розовые лепестки выглядят как множество розовых цветков добавлен предмет щетка и можно очищать что-либо блять ребятки сейчас я блять как нахуй очищу щас 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 ой 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 ууууу блять трава ты у меня нахуй щас такого члена получишь а можно снифер очистить жалко есть какой-нибудь грязный блок вот чтоб его прям почистил прям жестко есть у меня смотрите вот вот этот замшевый щас станет обычным волыжником чух 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 почух ранил ребятки вам тут бы поднести реально жестко хожу подметать было бы клево если бы она хотя бы направлялась в сторону потому что как-то по рп хотелось бы шапана вниз ну хотя бы от лица выглядит конечно круто новый мог взаимодействия ставишь сейчас придержите пожалуйста этого эту надпись вот то что вы сейчас пишите вы придержите пожалуйста потому что я тут читаю как бы между прочим важное обновление так щетка добавлены подозрительный песочек находится в пустыне возле храма и колодцы похож на обычный песок легко разрушается используйте щетку чтобы очистить песок так вы найдете различные предметы из древности были там конечно древние алмазы нихуевые керамические осколки новые предметы с рисунками на них могут быть найдены только подозрительным песке украшенные горшки им создаются из четырех керамических осколков на верстаке можно создавать обычный горшок заменив крафте понятно на этот на кирпичики стороны которые были сделаны из из кирпича не имеют рисунка разрушение любым инструментом разбивает его обратно на а любым из кирпича инструментом то есть не обязательно топором ударь а подождите а лопатой это тоже любой инструмент я лопатой разрушение получилось да подожди хоть один скрафченный горшок есть ладно окей сейчас я скрафчу я только это заметил я видимо только заметил это реально удар по нему поднимает его а не ломает нет не понял блять я думал что он сразу у меня окажется в инверторе типа он не будет вот так вот вылетать как предмет подожди видимо от расстояния зависит видимо да нет подожди нет он вылетает но он просто сразу в руку летит я вижу как он летит в руку нет он выпадает по-любому нет хуйня какая-то удар по горшку поднимает его они разбивают охуенно список изменений снапшота изменены изменения в книге рецептов рецепте верстака теперь открываются сразу после создания мира рецепты арбалета больше не открывается при получении палок рецепт костра душ больше не открывается при получении палок ладно жестко изменено изменение проигрывателя при проигрывании диска проигрыватели издает redstone сигнал 15 уровня это прикольно типа поставил музыку и сразу свет включился допустим это клёво раздвинчик и воронки теперь могут взаимодействовать с проигрывателем прикольно при размножении лошадей характеристики жеребенка больше не усредняются это сделано для придания коневодства большего смысла а как тогда если они не усредняются тогда берется самый высший высшая типа часть от коня да это прикольно это реально хайповая тема добавлены новые виды сущности для регистрации атак через лкм и взаимодействие через добавлены новые виды сущности для регистрации так не шарю сущность взаимодействие невидимая и имеет размер новый мог для взаимодействия вот что вы спамите до исправлены баги кейпер и теперь основа имеют анимацию взрыва спасибо разведение лошадей не превышала характеристики призываемых лошадей использование кафедры в режиме приключений больше не вызывают рассинхронизации инверторя уничтожение проигрывателя командой теперь приводит к остановке проигрывания музыки вроде же менее интересные баги а эти были просто охуительными так смотрите сейчас что вы мне тут пишите новый мод взаимодействия ставишь цикличный или два цепных командных блока когда включенным и пишешь три команды экзекьют с ля 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 он торжеет пранцы x еще нахуй еще год быстро проходит с 13 зрителей поднялся до сотен я могу заспавнить хуй пойми что вот так интеракшн создана короче это всякие секретные комнатки можно будет создавать так а зачем вы мне говорите ставишь цикличный или два цепных командных блока всегда включенными и пишешь три команды прям туда нахуй три команды в один командный блок так что-то я сделал спавнешь вот эту штуку кликнуть по нему или ударить бля охуенно реально топ пацаны это разъеб за цене охуеть спасибо ребята блять это топ для реально топ с это жопа xo 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 и вот так и вау блять короче удар это о а левая это x блять жестко не на самом деле это полезная тема это будет здорово потому что смотрите но теоретически ее можно сейчас ее можно будет вот так вот спрятать и условно сюда можно картину повесить и когда по картине будешь кликать ну можно секретки всякие в картинах вставлять и все такое это клёвая тема чё блять не тут смотреть все подписчики блять мне мне показалось что они добавили эти деревья для того чтобы археологию ну типа чтобы люди не так бомбили на археологию я даже думаю что зря я и зря я нашел эти деревья первыми было бы лучше если бы я нашел бы их последними хотя бы послевкусия члена блять во рту не осталось но какой-то реально хуёвое такое хуёвое послевкусие потому что ну что это блять ну вот это что это ну вот это вот это вот что это блять по-твоему нахуй и теперь да вот теперь о-о-о-о-о-о прикольно бля не ну это вы только посмотрите же не это жестко реально оценка рабочих столов подписчиков когда будет вчера будет бля не а это крутая тема это реально клево смотрите ну реально вот ну что я для себя представляю картина вот висит картина допустим и тебе надо нажать по этой картинке да ой щас я же не собью вот так я ее собью да да так и избил ой блять подожди выживание так я ее сбил а вот так ударил но блять это прикольная тема если еще этот хитбокс можно будет изменить то прикинь ты гандом блять или кто нахуй прикиньте короче если вот этот хитбокс скорее всего его поменять можно будет что типа нажмите именно на глаза там допустим на глаза паука нажмите и ты должен будешь прийти и в картине блять щас подождите как этот хитбокс щас 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 это одна из первых команд я просто неужели я я же могу его размер ему поменять нет это ему скорее всего можно поменять размер я почти уверен да так можно знаете чё реально блять слушайте это реально прикольная тема но допустим опять же давайте я да 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 вот мне написали вот смотрите просто если вернуться чуть-чуть назад до сделать вот такую темку куда чуть-чуть назад вернуться чё я блять сказал нахуй вот но я вам просто сейчас продемонстрирую свою идею здесь будет табличка вот она табличка здесь будет стоять и тут написано рис ресторан ну вот я в рублокс возвращаюсь ресторан пятерки пятерки и ты можешь ты можешь поставить этому ресторану 8 лайк чекните новые видео и не пожалуйста а я я уже видел там я есть вот и ты типа подходишь но тут вот условно будет ресторан и ты такой типа лаком и это лайк пока мы это дизлайк поставить ролику вот это прикольная тема разработчики и сразу сказали что все функции снапшоты находится на ранней стадии разработки и что они будут менять дополнять после отзыва игроков очень надеюсь очень надеюсь если это правда то я очень надеюсь тебе бы сначала команды прежде чем мне их кидать а ну-ка да нету ну блять ну нету ну нахуя вы тогда и кидаете ёбаный факт блять мне еще интересно значит эту штуку можно двигать скорее всего интересно и был вот бы ему можно было бы посадить там либо вагонетку либо еще куда-то ты слышишь этот звук отопигленный вокруг зазевался на секунду твое золото со потому что мне микрофон от отстает от компьютера так и собственно я теперь могу этот пик степ сложить вот так а убрать его а убрать как когда только песня закончится что ли ты чё а как а как у а или или убрать нельзя будет ебать подожди ну блять не лень ждать а вдруг когда песня закончится только тогда она уйдет и я получается могу выбирать порядок треков бля пожалуйста пусть так будет так подожди а сбоку можно трек поставить да с любой стороны блок и сразу дает сигнал нихуя себе блин это хайп это прикольная тема подожди а если дает сигнал то она блокирует поступление другой сразу бля она просто бесконечную музыку я сейчас все а и сигнал даже снизу может идти кайф и и и и и и рэп как же она будет убираться там сколько это трек идет минут на это пиздец я какая самая короткая пластинка подписчики вы сами вы шарите нет да это пиздец все для любой размер подожди но я вот в этих вот штуках не очень понимаю но я так предполагаю что если я здесь стол напишу для охуенно это хайп сейчас подождите я сохраню с гены в переписке блять единственное в чем у меня вопрос когда да 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 а почему она дальше не передай я понял почему он дальше не передалось все это разъеб когда трек заканчивается сразу идет следующий туда трек это охуенно ебать так это таймер блять это таймер надо про ебать так это самый легальный и нелогучий таймер надо узнать сколько треки эти играют по времени пиздец так это таймер сука сейчас ебать так смотрите значит так но я я примерно накидываю да вот из деревяшки у нас здесь кнопка здесь вот такая вот хуйня вот такая вот да вот эта хуйня вот здесь вот сейчас так вот так вот так вот так так ой не 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 так я ставлю сколько допустим я не знаю сколько эта пластинка идет я должен ее загрузить сюда потом можно чтобы она еще и автоматом это все делала и потом отсос включается да ну отсос как анастасия модераторша будет делать бородуру когда они встретятся ха-ха так вот и короче вот так вот да жестко и вот так вот и и редстоун так и поршень задвинется обратно только нахуй прикиньте только когда блять закончится трек потому что уйдет вниз сколько сколько он полтора минуты идет или нет сейчас блять это самый легальный таймер подписчики это вообще безлаговый таймер это очень круто короче я вам рассказываю самый как бы самый популярный таймер на данный момент в игре он основан на том что ты его сюда определенное количество блоков кладешь и одну из воронок блокируешь а другую не блокируешь я не помню как там точно это выглядит там должен вот так вот двигаться вот это хуйня вот и видите вот и она переходит и серверу каждый раз надо прочекивать сколько в этой воронке куда она передает это пиздец нагружая а вот это нихуя и тут еще вплоть до секунд можно просто как трек заканчивается и перестает играть вот это вот хуйня надо просто теперь знать все список треков сколько они длятся нихуя тут рыбки блять как вы сюда попали вообще мне интересно поджим но полностью закрытая акватория это очень круто ты просто выбираешь какой трек поставить и это будет уже таймер сам по себе да и от тпсов вообще не зависит любой таймер вообще практически все зависит от тпс я вам даже больше скажу вот время в майнкрафте даже когда идет ну вот на серверах делают типа сейчас 2236 вот даже и они зависят от тпс вообще по сути она может медленнее тимошни медленно здесь не идет здесь четкий таймер по времени вообще чё 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 невозможно бля просто охуенно одна и та же пластинка крутится постоянно вот так вот вот это я вот что придумал пластинка вот так вот одна крутится и поршень выдвигается и а вот здесь вот будет расти тыква вот тыква там выросла если ты не хочешь абсерверами вот это каждый везде абсервер ты просто ставишь кучу тык в блять и потом кучу поршней нахуй и они просто будут сдвинулись поехали дальше опять музыка проиграла вернулась назад опять поршни все сдвинули бля так охуенно будет но это просто самый простой пример который я вот сейчас вот вкинул блять а на чем еще таймеры блять таймеры на музыке это пиздец а это это просто 30 секундные примеры теперь это будет важно жизнь жизнь так они же еще и разные сигналы дают ебать они через компаратор еще можно то есть можно делать мало того что таймер но чтобы этот таймер по-разному работал я не знаю как его объяснить на это пиздец 2 к музыке посмотреть а данный шагин это жестко я но я рад что я на вот этом заканчиваю потому что ну на нюхачах что-то заканчивать типа не очень а для зажим работает глянь левой кнопкой не работает зажим а правой кнопкой работает тоже прикольная тема до лошадь да 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 давайте я я хотел прочекать и отвлекся мне сказали что лошадь теперь по плавает и седло ну и допустим я там чем чем там лошадь приручается блять этим золотыми яблоками здорово будешь плавать нормально поехали ты чё ебанушка погнали поехали о так и лошадь что теперь сказали лошадь теперь плавает да ну нахуй блять блять а об этом не было написано это подписчик написал ебать что-то я разгоняюсь как-то она слишком высоко даже прыгает бля неужели разгон видимо короче я понял она все равно тебя скинет она все равно тебя скинет но у тебя есть хотя бы время то есть реку можно хотя бы переплыть там вот это мне еще интересный факт вот сейчас вот был вот это это как все так и что же ты будешь делать то сейчас 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 подождите кек блять но это прикольно а если своя музыка на пластинке а вот это интересно слушать а это это вот это реально очень интересно но наверно оттуда я не доплыву у нее прям разгон вот этих прыжков но мне кажется это надо пофиксить потому что когда она странно прям прыгает короче когда вот я прям докасаюсь я воды тогда это и происходит но в любом случае на лошади смотрите можно переплыть это баг блять я надеюсь то что его пофиг не пофиксит потому что ну это реально охуенно на лошади теперь хотя бы есть смысл передвигаться вот то что она мега разгоняется возможно это баг реально следующий фатальный а нет и все поехал блин это прикольно я бы не чё блин что это за звук что это откуда звук это прям как будто подумаю подожди а снифера я там не спавнил нигде или подождите-ка свинки они аж вон там как как до сюда звук этого снифера дошел все да непонятно видимо их может быть их звуки как-то больше из-за бага больше расширяются или конь просто так звучит просто я тупой потому что я всегда на тихо играл да нет блять вот прямо отсюда вот в правом мухе я слышал отсюда звук исходил блять я надеюсь это не баг серьезно смотрите можно и прыгнуть короче если я прыгаю в водичку на коняшке а ну-ка сейчас нет гляне на это даже можно как-то использовать это прикольная тема каких-нибудь может лифтах там это хайпово слушайте это прикольно я надеюсь это он тебе не сразу реально будет скидывать вот так так круче лошадь от прыжков забагалось и вот этот звук а может быть кстати наслоились может быть ты прав а ну щас 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 я просто без музычки чекну у нее же сейчас возможно типа эти прыжки собираются все в один нет нету этого звука скорее всего и табак нюхача тогда был гляне но мне нравится это реально охуенно все 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 я ливаю будет с мистером ганакой обзор сделан сегодня ну для хайпа очевидно вот я даже удивлен что мне на пике сегодня было шесть тысяч пятьсот зрителей на ютубе не дали блять это успех это хайп реально жесткий